Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии! Благодарю, что вы со мной! Сегодня у нас прогноз для наших водолеев на декабрь 2024 год. Дорогие мои водолеи! Вот и пришел уже последний месяц этого года. И начнется и закончится он новолунием. Только первая новолуния у нас будет в знаке Стрельца в 10 градусе в вашем 11 доме социальных задач и всяких коллективных проектов. А закончится уже вторая новолуния 31 декабря в знаке Козерога в 10 градусе. И здесь будет включен важный аспект понимания завершающих программ, также тема изоляции, тема тайны и все те мысли, которые возникают у вас, самопознание, самоуглубление, самокопание, проработка каких-то духовных аспектов. Все это будет нести некоторое подытоживание, исцеление и отпускание всего того, что уже отжило. В этот период времени, конечно же, это очень символично, когда энергии новой луны войдут с нами в этот 2025 год. И, конечно же, продолжается этот апгрейд вашей личности, обновления и трансформации, которая идет в вашей жизни, еще и благодаря Плутону, который включился, ингрессии уже на целых 20 лет, ваш знак Зодиака еще в ноябре 19 числа. И ваше жизненное пространство наполняется ветром перемен. И эти ветряные перемены должны быть очень скорректированы с учетом старых программ ретроградности других планет, которые заставляют углубиться вовнутрь других каких-то аспектов задач. Это ретроградный Меркурий включился 26 ноября и будет ретроградным до 16 декабря. И ретроградный Марс включится 6 декабря у нас и даст свою остановку, некоторую паузу. И здесь это все будет касаться ваших партнерских отношений. Конечно же, все нужно прорабатывать в своих ретроградных взаимодействиях с планетами. Здесь у нас и социальные планеты, и планета Юпитер, и Уран имеют ретроградное сейчас положение. И Херон также пока еще ретроградный. Поэтому все те социальные проекты, которые важны и нужны, важны будут в первую очередь на доработку, на заключение каких-то корректирующих моментов и внести некоторый апгрейд всего того, что важно и нужно заложить в 2025 году на какие-то долгосрочные перспективные планы. Давайте об этом, обо всем поподробнее, как же это все проиграется на вас, дорогие водолеи, буквально по дням этого месяца. 1 декабря у нас будет Новолуния в 10 градусе Стрельца. И здесь тема очень яркая, будет высвечена вашего 11 дома социальных задач. И тема каких-либо социальных сетей, интернетных проектов и коллективов выступит на первый план. Здесь важны будут какие-то новые начинания. Новолуния всегда приносит новые какие-то проекты. И здесь главное в этот период взять ответственность на себя, ведь Новолуния будет выстраивать квадратуру к Сатурну. И в данном случае дорога откроется именно для тех, кто будет настроен на какую-то просветительскую работу своей деятельности, социального характера, а также просветительско-рекламную кампанию, возможно, включит. Будут очень важны межкультурные связи, коммуникации, дальние поездки и путешествия, а также всё, что касается углубления в широком смысле этого слова. Стрелец управляется Юпитером, и здесь расширение границ мировоззрения. Хорошее время для того, чтобы обратить внимание на идеалы и ценности, которые вы проповедуете, и задуматься над тем, насколько вы себя ощущаете ценными для вот этой социальной востребованности нашего общества. В первую очередь, как эксперты в своём каком-то профессиональном деле, тем, чем вы занимаетесь. И это темы очень актуальны для обучения, для открытия каких-либо новых проектов, приключения, дальние путешествия. Всё важно познавать многогранности этих всех аспектов. 4 декабря у нас включится напряжённая квадратура у Солнца с планетой Сатурн, и оппозиция будет с Меркурием и Юпитером. Включаются ваши 2, 5 и 11 дома гороскопа. А это больше о тех жизненных важных задач, которые включают, возможно, как раз-таки эти социальные значимые проекты для вас, дорогие мои. Это всё будет иметь такую напрягающую сторону. Вы будете встречаться больше со своими коллегами, единомышленниками. Вам захочется спорить, доказывать свою точку зрения. И, возможно, здесь могут быть споры, также связанные с углублением в свои творческие планы, амбициозные, в хобби. И здесь могут быть совершенно такие не совсем дружественные отношения с вашими коллегами, друзьями, единомышленниками. Но важно найти будет некий баланс в этот период времени для того, чтобы разрешить какие-то противоречия социального характера. Также они могут затронуть финансовую тему, когда, возможно, финансовые поступления у вас сдержанные, и не расширен круг финансовой стабильности. А также могут быть какие-либо не совсем благоприятные отношения с вашими детьми. Здесь важно также с ними коннектно ладить и с людьми, которые вам дороги, с вашей второй половиной. Здесь всё может нести острый какой-либо характер, и всё это может быть завязано на финансовые какие-либо бюджетные истории. Когда вы будете спорить, как и лучше поступить, связано это может быть и с мероприятиями в предновогоднем таком периоде. И надо заметить, что вот эти вот настроения, они будут ощущаться 4 декабря, 7, также 18 декабря. И здесь 24 и 26 будет окончательный период, когда вы будете те же самые задачи решать, те, которые сейчас будут поступать в начале этого месяца. Поэтому конструктивные разрешения, их требуют всей отдачи вашего, возможно, какого-то финансового порядка. Но здесь всё нужно выстраивать в конструктивном русле и решать всё то, что требует разрешения. 6 декабря у нас планета Марс добавляет ретроградное движение. И здесь тема партнёрства, тема со всеми людьми, с которыми вы контактируете, очень остро встаёт. И, возможно, здесь отношения на паузу партнёрства стоят до 25 февраля 2025 года, потому как Марс здесь становится ретроградным. Особенно, если вы в конфликтной какой-либо ситуации в партнёрстве, в бизнесе, либо в личных отношениях, то это может очень долго продолжаться. Поэтому контролируйте всё то, что поддаётся вашему контролю. И самое главное, не включайте эти споры и разногласия там, где, может быть, это и не нужно. А в этот же день, 6 декабря, у нас происходит соединение у Меркурия ретроградного и Солнца в вашем 11-м доме социума. Эта вся тема, как вот началась 1 декабря, она имеет своё продолжение. Но здесь могут быть некоторые творческие озарения, встречи. 11 дом также включает долгосрочные наши планы. Это дом будущего и новые желания, которые вы будете в этот период переосмысливать и включать в свои деятельности. Они могут касаться включения каких-либо таких коммуникаций, которые вы уже встречали в своей жизни. И сейчас, возможно, вам захочется углубить это всё в своей жизни и продвинуть те социальные проекты, которые для вас важны. Здесь важны также новые идеи, гаджеты и технологии, и сотрудничество по новым технологиям и инновациям, которые приносят вам вдохновение и какой-либо положительный результат. 7 декабря у нас планета Венера, она заходит в ваш первый дом гороскопа, в знак Водолея, и делает соединение с планетой Плутон. Здесь первый дом вашего осознания, самореализации, красоты и финансов будет тема затронута. И Плутон даёт здесь силу и мощь, и даёт возможность реализовать все те планы, которые для вас важны. Здесь может быть знакомство с новыми людьми, найти свою вторую половинку, здесь Венера ассоциируется с женщиной, кто находится в поиске. Здесь могут быть бонусы и подарки по Венере, и также могут быть очень даже активные ваши перспективные планы, включенные в вашу жизнь. Ваши слова, ваша мудрость и лидерство непременно заметят в этот период времени, если вы будете проявлять себя через социум, через, возможно, блогерство, через свой карьерный и статусный какой-либо такой период в работе. Здесь может быть и смена вашей внешности, и смена имиджа, новое позиционирование своих новых радикальных задач. И здесь важно, возможно, что-то изменить в своей жизни. Возможно, здесь вы будете желать и переехать. Смена места жительства, возможно, очень даже в благополучном ключе, которое вас будет радовать. Трансформация по Плутону может очень позитивно затронуть ваш первый дом гороскопа, который включает как раз-таки вашу непосредственную личность. Здесь, конечно, могут быть и какие-то рискованные предложения по Плутону, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому всё зависит от вас, дорогие мои водолеи, насколько вы включите своё самоосознание, самоуглубление в те глубины, какие-либо вопросы в этот период времени, насколько хотите себя порадовать по Венере. А возможность есть, главное не упускать её из своей жизни и для того, чтобы потом не сожалеть. В этот же день, 7 декабря, у нас складывается позиция у Солнца, Юпитера и квадратура у Меркурия с Сатурном. Опять-таки затронута тема 2, 5 и 11 дома гороскопа. 2 это дом финансов, 5 это дом радости, дом творчества, детей и подарков. Возможно, дом также будет затронут личных отношений. И 11 дом это социальная активность, социальная значимость возможных каких-либо интернетных проектов. И здесь это всё даёт опять-таки вот это напряжение, которое возникло ещё 4 декабря. И даёт желание углубиться и найти какой-то конструктив для себя, действенный для того, чтобы это было и финансово для вас значимо, и творческие ваши проекты были замечены, и засветить себя в рекламных каких-то компаниях, ваших единомышленников. Вы будете, возможно, выступать, но эти выступления будут очень эмоционально окрашенными, и вы будете слишком сильно переживать, как всё пройдёт, и хоть бы всё это наконец-то всё реализовалось. И особенно будете переживать в финансовой такой теме вопроса для того, чтобы включить свою самооценку более на высокий уровень. Поменяется то, что должно поменяться в итоге, но всё это будет затронуто очень внутренними, какими-то большими переживаниями для вас. И в целом 12 декабря также включается ещё позиция у Венеры с Марсом. Здесь мужское и женское идут в противоречии. Здесь оси партнёрства включаются, 1 и 7, то есть первый и седьмой дом гороскопа. И вы здесь будете, конечно же, включены в некоторые споры. Возможно, они могут быть и в коллективе, и с детьми, и также могут быть с вашими партнёрами в этот период времени. Поэтому важно брать на себя ответственность, чтобы не наломать дров и не пожалеть о тех каких-то не тех словах и речах, которые происходят в этот период. И всё в итоге-то зависит от вас. Если вы будете настроены негативно, то и ситуации вокруг будут складываться таким же самым образом. Поэтому прорабатывайте себя, углубляйтесь и ищите необходимый выход в затруднительных ситуациях в этом периоде. Всё у вас получится, дорогие мои водолеи. Самое главное убирать эти страхи из своей жизни, которые, возможно, не дают вам покоя. 15 декабря у нас включается полнолуние в близнецах в 24 градусе. И здесь аспект удачи пятого дома включает важные какие-либо мероприятия, и концерты, личная жизнь может налаживаться, и творчество, которое вы используете, либо творческий подход в работе. Всё может быть замечено в этот период времени. Ведь полнолуние всегда вносит ясность, понимание, кульминацию. И здесь всё то, что касается каких-то радостных моментов, ситуаций и мероприятий, всё будет замечено в этот период. Поэтому позвольте этим радостным событиям включить этот ресурс в вашей жизни. И аспект удачи, чтобы принёс вам возможности также и в личной жизни, которая также необходима для вас, дорогие мои водолеи. И не упускайте эту возможность порадовать себя этими событиями. 16 декабря у нас Меркурий идёт в прямое движение и выходит из ретроградного в вашем 11-м доме социума. Здесь могут быть интересные встречи, интересные какие-либо коммуникации включаться в вашей деятельности. Меркурий даёт больше взаимопонимания, желание разрешить все те необходимые вопросы. Здесь и оформление документов положительным образом решается, или получение каких-либо сертификатов для общественно-социальной деятельности. И очень даже всё вас может радовать в этот период времени в целом. 18 декабря складывается квадратура у Солнца с Нептуном, затрагивается второй финансовый дом и 11-й дом социума. И здесь пора, когда нужно вернуться в реалии. Нептун выходит из ретроградного своего движения, из своей фазы и будоражит нашу психику, снижая адекватность и объективность. И переключает нас с рациональности на эмоциональность. В этот период пора снять свои розовые очки и, наконец-то, включить свои финансовые программы в приоритет для того, чтобы повысить свою самооценку. 20 декабря у нас благоприятный аспект удачи складывается между планетой Венерой, которая в вашем первом доме, и Юпитером, который в пятом доме удачи. И здесь радостные события, радостные личные отношения могут очень даже вас порадовать. Ведь Венера — это малое счастье, а Юпитер — большое. Здесь для кого-то это важная встреча в вашей второй половинке, знакомство и даже воссоединение. Даже, возможно, и какой-то брачный контракт, брачные такие предложения руки и сердца. Здесь тоже может принести свои радостные эмоции и свои задачи, которые вы будете перед собой ставить. Это радостный период, когда всё получается в целом. 21 декабря у нас солнце, переходит в знак Козерога. И здесь у нас день рождения нового вашего солнца, день зимнего солнцестояния в вашем 12 доме гороскопа. Это дом тайный и дом самоопознания, самоуглубления, самокопания. Когда захочется, возможно, углубиться в какие-то психологические аспекты своих эмоциональных состояний. Здесь темы миграции могут для кого-то очень прекрасно проиграться. Тема духовных практик, йоги, медитации имеет, может быть, даже для кого-то очень важное значение. И здесь желание уединиться, углубиться в свои завершающие программы, которые дают новый поток вдохновения. И завершить какие-то кармические программы. Ведь 23 декабря у нас солнце создает квадраты кармическим узлам, раху и кету. И здесь во взаимодействии 12, 3 и 9 дома гороскопа. Выбор лучшего для вас решения, куда идти, зачем идти, какую дорогу выбрать и не закрываться в своих четырех стенах. Очень важно сделать правильные внутренние какие-то аспекты решения, которые возникают в ваших планах. Здесь третий дом делает акцент на кармическую точку северного узла, раху. И здесь эта тема третьего дома гороскопа отношения с братьями и сестрами, с родственниками, получение новых навыков. И, возможно, смена места жительства здесь может иметь приоритет. И также здесь могут играть очень важную роль выбор какого-то приоритетного образования, который вы будете делать в этот период времени. Выбор за вами, дорогие мои. Какую дорогу выберете, такая дорога у вас и сложится в 2025 году. А 24 и 26 числа декабря у нас происходят напряженные такие аспекты. Квадрат у Юпитера с Сатурном затрагивает аж пятый и второй дом гороскопа. Здесь может быть некий кризис ваших возможностей, когда вы будете соизмерять свои финансовые возможности с повышением какого-то уровня в реализации, в творчестве, в самореализации. Здесь могут быть именно затронуты какие-то социальные проекты мирового, миропорядка, которые включают мировой кризис и возможности сделать апгрейд, трансформацию именно каких-то своих важных реалий. Этот аспект, он еще повторится летом 2025 года, и поэтому напрягающие эти ситуации, как вы проявляете себя в социуме, кто вы и что вы, что вы значите, какая финансовая стабильность вам может быть доступна, все это будет очень вас напрягать и желание действовать, в том числе в этих направлениях. 26-го у нас складывается позиция у Меркурия с Юпитером и также с планетой Сатурн, и затрагиваются второй, пятый и одиннадцатый дома гороскопа. Здесь нужно будет наконец-то разрешить какой-то важный себя, приоритетный вопрос, который касается в первую очередь возможно финансов, своего внутреннего состояния, как вы себя чувствуете. Главное не конфликтовать с коллективом, с которым вы находитесь в общении, коллективом друзей, единомышленников, не включаться в эти ссоры и разногласия, а включать конструктивные разрешающие программы. 31-го декабря у нас будет новолуние в знаке Козерога в 10-м градусе, и опять-таки здесь затронута тема завершающих проектов. Тема изоляции и вскрытия тайн будет очень даже высвечена этим новолунием. И возможность завершить какие-то старые свои проекты, они могут касаться в общем-то и переезда, и наконец-то поставить точку в каких-либо эмоциональных ситуациях, которые касаются вашей возможно внутренней составляющей. Уйти от того, что уже себя изжило, от тех проектов, от тех эмоциональных, возможно, страхов, недооценивания своего состояния. Нужно углубиться в духовный свой рост, в самопознание, включить, возможно, самокопание, которое очень важно для трансформации. И понять, куда вам двигаться, заранее спланировать свой 2025 год на те решения, которые будут для вас важны в приоритете. Очень особенно по первому дому, там, где находится планета Плутон, куда зашёл ваш знак, этот трансформирующий наш карликовый гигант, планета Плутон. Поэтому я вам желаю, дорогие мои, идти в ногу со временем, с теми технологиями, которые позволяют включиться в самореализацию, с теми инновациями. И в целом, первый дом – это всегда самопознание, углубление в себя. И самое главное – не уходить от общения и включаться активно в коллективные социальные роли, которые раскроют вас в творчестве, в каких-либо важных проектах. А подарки Венеры не заставят себя долго ждать, ведь Венера, она находится в вашем первом доме и даёт вам радостные эмоции, состояние радости, счастья и любви. И вот именно в этих состояниях и нужно встретить новый 2025 год. С кем вы его проведёте, так и сложится ваша жизнь. Поэтому пусть этот Новый год будет насыщен радостными эмоциями в первую очередь, с теми людьми, которые вам дороги. Несмотря на то, что, возможно, захочется наоборот уединения, но нужно позволить быть в коллективе, в социуме и в тех позитивных настроях, которые будут зависеть только от вас. Удачи вам, дорогие мои водолеи, и до новых встреч в 2025 году!